Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Традиционно в Самаре проводится конкурс «Женщина года», а в этом году была также проведена акция «Мужчина года 2015». На конкурсе определили лучших в различных номинациях и один из участников, и победитель в номинации «Мужчина-профессионал» Игорь Бекметов вместе с супругой Натальей сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Наталья Владимировна, Игорь Петрович. Добрый день. Ну, во-первых, хочется поздравить Игоря Петровича с тем, что он стал лучшим мужчиной-профессионалом. Это первый раз в Самаре, и такая интересная номинация. Мы вас поздравляем, и хочется узнать, что же это за отрасль, за сфера, где вы стали лучшим? Ну, отрасль, считаю, очень интересная, потому что выдвинули меня в Союз Женщин России. Вы не в Союзе Женщин составляете? Нет. Как-то нас отыскали. То есть это, кстати, большое спасибо, можно сказать, члену этого Союза Натальи Николаевны Балясовой, которая заведующаяся садиком номер 138, которая, естественно, сотрудничает в плане развития народного искусства. Вот она выдвинула, то есть это предложила мою кандидатуру этой организации, и все с огромным удовольствием поддержали, тем самым оценив наше продвижение. Но вы занимаетесь творчеством. И вот тут такое интересное сочетание, что мужчина-профессионал в такой творческой сфере. Вот, Наталья, когда мужчина занимается творчеством с детьми, вот детский у вас коллектив, какие тут плюсы все-таки? Сплошные. Сплошные? Сплошные плюсы. Потому что дети, конечно, чувствуют доброту Игоря и любовь Игоря к детям. Они за ним хвостиком просто ходят, когда он занимается. Коллектив Добряшки уже носит звание образцовый детский фольклорный ансамбль. Порядка 50 детей, разные группы. Разных возрастов. Да, разновозрастные группы. И, так сказать, начиная от 4 лет и до 18, вот у нас такой контингент возрастной. А сколько всего участников в коллективе? У нас в детской фольклорной ансамбле Добряшки около 50 уже человек. 50 человек. Разные группы такие, да. Ну вы же тоже, Наталья, связаны и с пением, и с творчеством, и с искусством. Вот расскажите несколько слов о себе и как вы поддерживали супруга в этом конкурсе? Да мы вообще связаны. Да, мы уже совместно живем 18 лет вместе. У нас двое детишек, сыну 14 лет и доченьке 4 года. Но они уже в коллективе Добряшки? Илья будет поступать в музыкальное училище, потом посмотрим куда, либо в консерваторию, либо в институт куда-то. В общем, будет определять он сам, но профессия будет по вот этому направлению именно народно-певческого искусства. Да, вот традиции. Семейной традиции, да, мужскую будет продолжать. Скажите, а кто с вами конкурировал вообще вот в этой номинации? Сколько было участников и вот трудно было победить, потому что, ну вот, мужчина-профессионал, первое, что приходит на ум, это там нефтяник, тут с молотком, еще что-то такое вот, да. А тут вдруг вот искусство. Ну, человек искусства, да, потому что я, когда нас награждали, я посмотрел, в принципе, человек искусства, я был один. Вот, и выиграли. И выиграли, да, потому что женщины, наверное, ценят народное искусство. Да. Ну, вот какие-то самые яркие ощущения от участия в конкурсе, что у вас осталось? Ну, во-первых, неожиданно, то есть это, на самом деле, первый раз в Самаре, и когда мне это предложили, я, на самом деле, сначала не поверил, и думаю, это все несерьезно, и как-то, что же вы, девушки, думаю... Не было истории этого. Не было истории, да, и как бы такого соперничества, и потом, когда это я все увидел, как это все происходило, как все это на полном серьезе, как всему это отнеслось, я просто благодарен городу, администрации, что, на самом деле, это очень серьезное мероприятие, которое мужчину, вот, элементарно, меня тоже вдохновило на дальнейшее творчество, продвижение. Ну, чтобы это все увидеть, как это все было, я предлагаю телезрителям посмотреть сюжет на эту тему с конкурса, ну, а затем мы продолжим разговор. Уже 20 лет работает на заводе «Прогресс». Трудяга, замечательный специалист и семьянин, считают коллеги. Именно в номинации глава семьи Александра Медведкова выдвинули на конкурс «Мужчина года». Медведковы вырастили своих троих детей, решили, любви хватит и на чужих. Полгода назад взяли из детского дома сразу двух маленьких девочек. Все заботы на жене, она умница, скромно рассказывает кормилец очень большой и дружной семьи. Почему? Я тоже не знаю, детей бросают. У каждого ребенка должна быть семья. Мама, папа. Кто-то заботился о них. Премию «Мужчина года» в Самаре вручают впервые инициаторами. Честовать лучших профессионалов, защитников, общественников, благотворителей стали прекрасные дамы. Союз женщин при поддержке администрации Самары, Городской думы и профсоюзов. Давайте вспомним, что первым на Земле появился человек, мужчина. Первый в космосе был мужчина. И в наше время с нами рядом живут замечательные мужчины, достойные люди во всех отраслях сферы и промышленности. Сегодня мы с вами говорим о мужчинах, которые достигли огромных высот, которые каждый день трудятся на благо нашего родного города Самары. Мы ценим ваш профессионализм. Мы ценим ваш сильный, иногда стальной характер. Больше всего в этом году победителей в номинации «Мужчина-профессионал». Девять человек оказались лучшими в профессии. Врачи, конструкторы, учителя и артисты. Для Станислава Платушина дело всей жизни – помогать людям. За травматолога с 43-летним стажем болели не только коллеги, но и тысячи пациентов. А радость – это иметь возможность помочь людям. Когда ты видишь, допустим, там, у нас ведь травматология, когда видишь, скажем, разморженную кисть, там, оторванную конечность и так далее. И потом ты своими руками все это приводишь в порядок, собираешь и добиваешься того, чтобы человек потом смог работать на своем прежнем месте. Вот это самая большая радость. В «Союзе женщин» Самары намерены чествовать настоящих мужчин каждый год, а количество номинантов будет только увеличиваться. Игорь Петрович, ну, не зря лежит диплом ваш. Покажите зрителям. Да, похвастаюсь, похвастаюсь, конечно. Да, вот. Это как раз за победу в номинации «Мужчина-профессионал». Мужчина-профессионал. Вот где вы его разместите теперь, скажите, пожалуйста. Ну, разместили мы уже на своем сайте. А вот конкретно вот этот диплом. Этот диплом у меня будет висеть в моем кабинете. В доме, да. Так. А у вас кабинет общий получается? Супруга, да, дома у нас кабинет. А, дома. Ну, теперь вот к Наталье Владимировне перейдем. Скажите, пожалуйста, вот как... Всегда интересно, когда мужчина и женщина вместе, семья и работа. Вот как все это происходит? Ваша жизнь смешивается с творчеством? Как вы все это объединяете? И какие, опять же, вот от этого плюсы бывают? И про коллектив, конечно, хотелось бы ваше услышать. Ну, конечно, с человеком другой профессии я, наверное, не смогла бы жить. Потому что Игорь меня буквально поддерживает во всех начинаниях. Начинает с молодости. И вот до сей поры. Вот конкурсы, работы, проекты, диссертации, фестивали и так далее. Поэтому всем советую, девчонкам, музыкантам, выходите замуж за музыкантов тоже. Они всегда поддержат и поймут вас в любой ситуации. Тем более, что профессия наша творческая и, так сказать, много бывает резких таких скачков в ней. Вот. Слава Богу, что Игорь у меня такой. А как вы себя реализуете в творчестве? Чем занимаетесь? Какое у вас направление? Ну, кроме того, вашего коллектива. Заведую кафедрой народного хорового искусства Самарского государственного института культуры. Кандидат искусствоведения, профессор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнителей народной песни. Да. А что вам дает занятие с детьми, вот именно в этом вашем коллективе, с детским коллективом? Вот для вашей профессии это что-то вот значит? Очень большое значение имеет, потому что наши уже подрастающие детки, они видят свою дальнейшую судьбу именно в стенах института нашего. То есть профессионально будут развиваться именно у нас в институте. Поэтому здесь такое, так сказать, важное очень направление. Мы готовим себе смену, готовим кадры, профориентацию. То есть у нас никогда не закончится поток абитуриентов. Вот. И надо сказать, что ребята, которые идут в институт после занятий в фольдлёрном ансамбле нашем, они уже вдохновлённые, они уже убеждённые, они понимают, чем они будут заниматься. Понимают этот жанр, понимают специфику, потому что занятие народным творчеством – это же не только вокал. Вот в нашем Центре культурном добро с детьми занимаются и этнохореографией, и игрой на народных инструментах, и у нас фольклорный театр, сольная постановка голоса. Очень довольны, рады и счастливы, что занимаются в основном с нашими детьми лауреат премии правительства Российской Федерации Михаил Анатольевич Устинов, выпускник Саратовской консерватории, известный автор, композитор, исполнитель, который сотрудничает с несколькими государственными хорами русской песни, хором Пятницкого, кубанским хором, в общем, с ансамблем Надежды Бабкиной. И вот именно он занимается с детьми. Тоже потрясающий человек, потрясающей души и большого сердца. Да. Ну просто сегодня, к сожалению, к большому сложилась такая ситуация, что у нас эстрада, да, вот поп-музыка, это очень все и культивируется, и так массово. А вот как раз фольклорное, такое народное творчество, оно как бы вот где-то вот, ну чтобы вас не обидеть, где-то вот на задворках, да. Вы вот не чувствуете, вот что вам приходится пробиваться, что вот доказывать. Вы, с одной стороны, популяризаторы, и кто вам помогает в этом? Просто мы получили большую закалку от нашего, вот от моего первого учителя, она сейчас моя теща. Опа, вот опять же, срисвест. От Терентьева Людмила Александровна, которая профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. И от тести моего, который проработал более 20 лет директором Театра народного творчества, Терентьев Владимирович, вот они основали коллектив, который Театр народной песни «Добро». И вот, будучи я студентом еще, то есть мы начинали вот это сами, себя впитывать, вот это народное искусство с молодости. И потом появились, когда у нас свои детки, мы поняли, что надо им тоже это передать. Поэтому мы все начали плавно воплощать сначала на сыне, собрали детей, пошло, 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 пошло. Начинал все с семи человек. Пошли уже, пошли, сейчас уже занимаемся мы. При Центре социализации молодежи. При большой поддержке, да. Гридниев Анатолий Николаевич, он вообще большой молодец, который принял нас с удовольствием. То есть разрешил много вопросов и проблем с детьми. Потому что человек тоже, мужчина настоящий, который понимает все, что ему предложишь, когда интересно, не только ему или кому-то, а всему, даже для России. Конечно. А вы участвуете, да, вот в всероссийских каких-то конкурсах, поездках? Как вы себя презентуете? Ну, дети у нас уже многочисленных международных всероссийских конкурсов уже участвуют. То есть большие поездки, гастроли, выступаемые. А занятия для детей бесплатные? Там чисто символическая идет все равно оплата, такой взнос, потому что зарплату педагоги все равно получают мало. Поэтому родители, я думаю, с удовольствием вкладывают в свое ребенка, они видят результат, и они, думаю, воплощают. Вот прям смотрю на вас, и, наверное, вы и дома поете вместе, и на праздниках, и с детьми, и с тещей, и со всеми. Да, потому что, действительно, это такое душевное тепло, которое вот вряд ли что-то может заменить. Да, вот песня народная, когда вот поют люди, это такое единение, такая теплота и такая душевная атмосфера, что если споешь вместе, наверное, потом какую-то пакость друг друга уже навряд ли вот сделаешь. Песня, она сплачивается. Раскрывается, еще и раскрывается. Ну, вернемся к конкурсу. Хотелось бы узнать, как вас оценивали? Что вы презентовали на конкурсе? Что вот жюри, практически, наверное, единогласно отдали вам вот эту вот победу? Ну, у нас, во-первых, в Самаре у нас такой проект уникальный, вот по поводу детского фольктера на самом деле Добряшки, потому что они увидели, в общем, мы идем с такой открытой душой к детям, родителей не обманешь. Когда у родителей видно, глаза горят, они видят результат своих детишек, особенно маленьких, четырехлетних, когда дети с удровостями бегут, мы набираем всех, мы не отслушиваем, не прослушиваем, там, чтобы вот есть голос, не голос, чтобы ребенок, он каждый талантлив. Все равно разовьется, она или поздно? Если с детства развивать, он, понятно, не будет его всем кобзонам, но будет он петь. Аж слух надо развивать, потому что спортсмен тоже не бывает, сразу не побежит, надо тренироваться. Поэтому у нас вот эта методика, берем всех, занимаемся, все, понравилось, ходит. Если все отошел немножко, ну, значит, расстаемся. То есть... Ну, таких мало. Таких мало, да, и вообще даже может попасть. А звездочки есть свои, кого бы вы могли, кстати, вот на всероссийский вот этот конкурс «Голос» послать? Отправляли? Были такие мысли? Есть, у нас девочки очень хорошие, поющие, заинтересованные, ищут сами репертуар и имеют уже определенный вкус на эту тему, слушают аутентичных исполнителей. То есть это не то, что лежит на поверхности, что тиражируется в медиасредствах. Вот это, я считаю, большое достижение. Они слушают первоисточники, подлинники, приносят, советуются и потом хотят исполнить. А вы сами вот по нашей губернии, по вот таким, по деревням, вот такие экспедиции ездили? Конечно, ездили. Обязательно. Это предмет у нас есть такой, методика собирания, расшифровка записей народных песен студентов. Это в обязательном порядке. Каждый ездит в экспедицию, записывает, они защищают проекты дипломные, потом воплощают это все на сцене. Это же такое уходящее все, да? Это вот еще немного, и, наверное, не останется у таких носителей, да? Ну, вы знаете, еще сто лет назад говорили, что все, записываем последнее, и у бабушки умирают. Вот Николай Иванович Меркушкин как раз на заключительном концерте «Рожденный в сердце России» произнес такую фразу, смысл которой заключается в том, что корни очень сложно из человека, так сказать, выдернуть, да, и забыть свою идентичность национальную. Пусть он занимается, там, поп-музыкой или хип-хопом, еще какими-либо другими направлениями, но когда заиграет гармонь, когда затянут русскую народную песню, у него покатится слеза, и сразу вот эта генетическая память, она среагирует. Вот, да. И так вот на конкурсе вы, наверное, какой-то номер демонстрировали, да? Или вот жюри, вот как вы сказали? Мы не демонстрировали конкурс, просто, ну как, ну в городе нас знают, как... Так, а жюри-то, может, вот не знают, или как соревнования-то, как происходили? Ну, я просто в нашем клете у Театра народной песни «Добро» уже 25 лет будет ослышать, то есть мы как бы известны. И сейчас мы воплотили еще свои, как бы, таланты, планы еще в детей, потому что Театр народной песни «Добро» мы выступали на презентационном ролике, то есть все женщины все оценили, да-да-да, все, молодцы, все, и потом показали также про детей. И еще у нас был такой очень серьезный всероссийский масштаб, который мы привели, первый всероссийский конкурс исполнителей народной песни. Приехала более... А это не с этого вот видео вы принесли сегодня приезд? Да-да-да, давайте тогда посмотрим, а потом и поделитесь своими впечатлениями. Пожалуйста, смотрим ролик, и вы можете комментировать. Вот, как раз... Ну, как раз Михаил Устинов там был. Да, сейчас врачал, Ольга Король ведет заключительный концерт. Нужно сказать, что из 15 регионов России приехали участники. Это все Поволжские республики наши, Москва, Подмосковье, Томск, Архангельск, то есть очень-очень широкая география. Представитель духовенства. Да, галоконцерт был. Галоконцерт. Сейчас как раз вот ролик идет о галоконцерте, о награждении победителей. Надо сказать, что мы не ожидали такого отклика, мы не думали, что столько людей заинтересованы в популяризации народного искусства. Вот сейчас вы видите народную артистку России, профессора Анну Литвиненко, она была председателем жюри. Здесь же пела сопредседатель жюри, народная артистка Мордовии и заслуженная артистка России Юлия Петровна Учватова. А вот это мальчик-обладатель гран-при Ваня Гусев из города Балашо в Саратовской области. Очень-очень одаренный такой талантливый ребенок. Это ансамбль «Миряне» из города Пенза. Халармония пензенская. А галоконцерт проходил... В культурно-просветительском центре Кирилла и Мефодия. Большое спасибо отцу Сергею. Да, отцу Сергею. За благословение и за то, что он, так сказать, нас поддержал всячески. Замечательный, красивый зал вообще-то. Безвозмездно. Это он нам просто вот нас... Даже разрешил позвониться на звоннице. На звоннице, да, на колокольне. Благословим, да. Большое ему спасибо, Сергей. Потому что зал как раз для такой обстановки, атмосферы был замечательный. Возрастная группа была тоже неограниченная. Были вот и детишки, вот этот с Москвой коллектив. Лауреаты первой степени. Ну, здесь в основном все лауреаты выступали на галоконцертах. Это Воронеж. Очень знаменитый коллектив. Верия, которых не так-то просто куда-то заманить на какой-то конкурс. Приезжали из Чебоксара из республики. То есть представим, Мариэл, Чебоксары, Удмуртия. Да, много-много, да. Большая республика. Приезжали целыми хоровыми коллективами. То есть сложно же вывести хор там 16, 20, 23 человека. Но, тем не менее, приезжали. В общем, праздник получился такой настоящий. Праздник в Афёре, да, в Самаре. Поэтому сейчас планов у нас очень много впереди. И этот конкурс будет проходить ещё в 17-м году. Один раз в два года, чтобы лауреаты эти подросли. Следующие новые лауреаты, чтобы подросли. Да, ну вот вы уже заговорили о планах. Вот что планируете? Этот же конкурс продолжать? Конечно, потому что увидели, что это на самом деле надо. Потому что заинтересовался народ. И уже звонят и спрашивают, когда будет опять конкурс. Потому что была хорошая обстановка в самой организации. Нам помогло очень Министерство образования. То есть тот самый Анатолий Николаевич Гриднев. Предоставили бесплатное помещение для прослушивания. Также отец Сергий предоставил нам свой просветительский центр. Тоже для гала-концерта. Предоставили для участников проживания конкурса тоже. Да, вот на полу влажно. Да, столько человек приехало. И сама атмосфера. Потому что звонят, понравилось. И Самара еще красивый город. Решили сделать традиционным. Но вот будет проходить стрежень раз в два года. Проходил в 2015, теперь в 2017 году. Ну а ближайший такой проект – это международный конкурс современного певческого искусства. Народного, академического и эстрадного. С 11 по 14 мая мы приглашаем всех на наш конкурс. Ну, такой изюминкой нашего проекта является то, что председателем жюри будет Сергей Жуков. Это группа «Руки вверх». Мы, когда рассказываем о этом конкурсе, нам говорят, «Ребята, это не вы едете на проект «Голос» или какой-то проект «Московский», а «Звезда» едет к вам. К нам, да. Да, и поэтому мы и это направление тоже развиваем, современное певческое искусство. Потому что Сергей Жуков откликнулся прям моментально, потому что так получилось, что Сергей Жуков, многие не знают, что он даже, когда мы с ним вместе с Димитровграда приехали сюда, в Самару, учиться на народный хор к моей тёще поступать. Да. Да, в общем, у нас всё сказано. И он даже целый год ещё пропел ансамбль «Добро». И потом он уже просто перешёл уже в эстрад, потому что он на самом деле с эстрадным был направлением, уклоном. И вот, и поэтому, когда Сергей приезжал тут недавно сюда, в Самару, и мы с ним встретились, обговорили, он говорит, с удовольствием, говорит, приеду, помогу вам, потому что дружба, она… То есть парень хороший, то есть он не завездился, потому что я, говорит, приеду, послушаю, посижу, помогу. Поэтому ждём всех на конкурсах. Кстати, гран-при, Сергей, вот сам специальный приз такой учредил, это поездка в Москву, запись в его студии и аранжировка в подарок победителю. Очень важно, когда человек из глубинки, вот этой московской атмосфере познакомится, завязать какие-то связи, без этого конкурса вряд ли бы это могло случиться. Да. Ну вот всё-таки интересно, ну если мы такую ситуацию видим, что вот как-то вот народное творчество, ну не на первых, так скажем, вот прямо страницах, а как вот такую грань, что вот не совсем вот аутентичные такие песни вот выносить, вытягивать, когда всем становится грустно и непонятно, да, что это вот пели так, так, а тут вот так запели, вот как это всё адаптировать, адаптируется сегодня народное творчество к новому поколению? Ведь вы же с детьми работаете, они уж совершенно другие, это дети интернета там и ещё чего-то, вот как? Ну вот как раз у нас театр народной песни «Добро», то есть мы народную песню, именно старинные фольклорные песни, которые мы сами записали, популяризируем уже, обрабатывая современными обработками, да, и уже молодёжь поворачивается к народной песне, к нормальным текстам, к нормальным мелодиям, уже слушают... К нормальному сюжету. К нормальному сюжету, развитию песни, потому что не то, что, не буду говорить, однодневки, которые звучат на телевидении, конечно, трудно вовлиться в формат нашего, московского особенно телевидения, чтобы вот народная песня туда вот она вошла, это да. Поэтому мы стараемся искать выход, чтобы нашу молодёжь привлечь к этому искусству, к чему стремиться, к чему... Потому что народная песня – самая чистота, там не было вранья никакого, потому что грубости. Да, нужно вот отношения менять, потому что, кажется, вот народная, и вот человек даже может как-то и смущаться, да, скажешь, ну вот там народная там хоровая, что это такое, тут он так поёт, а я тут вот выйду тут. Вот менять отношения к этому нужно, потому что посмотришь даже на какие-то другие национальности, люди гордятся, да, вот чуть-чуть это заиграет музыка, и все уже там и танцуют, и пляшут, и поют. А здесь вот какое-то вот... Ну это исторически, конечно, это всё сложилось, это можно там анализировать, почему так произошло, но то, что нужно возрождать, и то, что вы этим занимаетесь, это, конечно... Мы идём как раз в это направление идём, да. А вот в таких городских праздниках вы участвуете, допустим, вот скоро Масленица, это же тоже вот прям народное, тут уж вот никуда. Конечно, площадь Кубишева всегда нас ждёт и Добряшек, и театр на написании «Добро», то есть мы везде всегда участвуем, во всех городских, и областных, и всё там. Да, и вы принесли фотографии вот тоже, чтобы представить, как выглядит ваш коллектив в костюмах, это отдельно можно поговорить, вот сейчас мы посмотрим фотографии. Комментирую. Вот ансамбль Добряшки, да, у нас съёмки были. Малая часть, это... Это старшая группа, да, тут. Старшие и средние здесь, ребята. Потому что нужны же инструменты, нужны костюмы, это же вот тоже такой... Конечно, всё это финансы, да. Создаётся образ, и... Это в Пензе на международном фестивале. Не знаю. В усадьбе Тарханы. Угу. Ну, в общем-то, нужно... Тут и казаки, тут что-то разные направления. Ну, вот и мы, да, сочи-чи, пологики. Ой, какие красивые костюмы. Ну, это тут театрного песни «Добро». Как раз вот мы... Наталья является художественными руководителями, солистка. Да. Поэтому... Надо сказать, что вообще, в принципе, у Игоря Петровича идея-то была какая, вот в связи с организацией конкурсов этих, помочь талантливой молодёжи выйти на площадки. Сначала городские, областные, потом российского масштаба. Вот детский сад у нас. Потому что, да, вот хотелось бы, конечно, чтобы Самару представляли. Конечно. Вот мы в оперном театре... В оперном. В «Рождённой сердце России» участвовали детские... То есть, полный состав «Добряшек» и «Добро». Вот у нас здесь. Да. Ну, вот, наверное, не случайно вы вот назвали свои коллективы «Добряшки» и «Добро», да? Наверное, вот именно с этим вот чувством вас что-то вот глубоко связывает. Вот почему такое название? Вот почему «Добро»? Почему вот не голос России, Самары, Приволжи и так далее? Ну, «Добро» назвала тёща моя любимая. Так вот, ну, расскажи историю как-то. Ну, приснилась ей афишка на синем фоне, белая церквушка с куполом золотым и красными буквами на кириллице было написано «Добро». И вот с этой мыслью она, конечно, поделилась. А вы изучали, может быть, вот уже вот этимологию этого слова? Вот почему «Добро»? Это ж вот как-то вот какой-то глубинный смысл. Вернуть и «Добро» же. Вот что это? Ну, «Добро» понятно вот в нашем современном. «Добро» — это название буквы, азбуки, веди, добро. А, вот ещё одно значение. Конечно, это просвещение в любом случае. Это доброта сердца и души. Конечно, в нём нет какой-то корысти в этом слове, потому что, например, звонкие голоса или золотые там голоса, кого-то, того-то подразумевает позиционирование именно исполнителя как человека. А «Добро» — это такое понятие философское, объединяющее разные возрасты, разные поколения и разные времена. Да, ключевое слово. Сильное слово, потому что мы уже с Натальей заболели этим словом «добром», потому что мы всегда стараемся людям делать добро, никого не обманывать, никого. То есть мы говорим всегда правду в глаза. То, что тех же наших детей воспитываем, даже быть порядочными, культурными, приличными. То есть всё, несём добро в массы. Ну, вот я думаю, что конкурс «Мужчина года» также будет проводиться и в следующем году. У вас, вы с Нилой никаких больше платов не связываете? Ну, если наши женщины в России пригласят с огромным удовольствием, потому что будем стараться. Мне это понравилось, потому что интересно. Я думаю, что мужчины старайтесь, чтобы заевать такое почётное звание. Да, потому что вот женщины, объединение женщин у нас как бы есть и в Самаре, и в области. Объединения мужчин нет. Ну, может быть, оно и не нужно вот как таковое, чтобы мужчины там вот занимались такой общественной нагрузкой. Но всё-таки, наверное, будущее какое-то будет. Будущее должно быть хорошее, потому что на самом деле все, кому я говорил, потом особенно женский пол, они были просто все восхищены, горды, что да, мы знакомы с таким мужчиной, что мы мужчины. С мужчиной профессионалом. А жена вообще ходила королевой, да, что мой мужчина самый лучший. Да, с мужчиной профессионалом. Ну, вот и остаётся у нас буквально одна минутка. Может быть, вот нашим широкой городской вот такой публике скажете про свой коллектив, когда к вам можно приходить на приёмы, записаться, чтобы попасть в вашу, группу. Занимаемся, занимаемся мы в средней образовательной школе номер 10, адрес легко запомнить, Силена, 10. Огромное спасибо Сергею Анатольевичу Теренцеву сейчас, директору школы. Потому что он тоже нас там берет, 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 потому что мы тоже в любое время представляем помещение, там зал, там, что в ЦСМ мы не умещаемся, а там мы залезаем. ЦСМ далековато. А там все как бы в Приворском микрорайоне. Всех желающих ждём, то есть если информация интересовала, можно найти нас на сайте, набрать театр народной песни Добро. Адрес сайта добро-самара.ру. Да, и там вся информация, созвонимся, телефон и принимаем всех желающих. Да, ну спасибо вам большое. Хочется пожелать вам, чтобы ваши добрые намерения собирали вот такую отдачу тоже, добрую, чтобы вам помогали, потому что, как мы уже коснулись, и инструменты, и костюмы. Это же всё презентация, это должно тоже быть не на таком вот уровне. А вот вы молодцы, у вас всё получается, и сколько вас вот людей поддерживает, и это очень приятно. И дальнейших вам творческих успехов. И продвижение Самары вот именно в этом отношении. Очень хочется, чтобы голоса, добрые голоса самарцев звучали, и детей, и взрослых на территории всей нашей большой, огромной страны, любимой России. Ну вот на этой патриотической ноте мы и закончим. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова